Сейчас мы приступаем к интересной части, это к самой мусульманской общине Испании. Ну так вот, получается три крупные группы испанских мусульман. Первая группа это вот те наследники величайшей англоузской цивилизации, которые там все еще сохраняются. Вторая группа это мигранты из Северной Африки, марокканцы, аужерцы, тунисцы. Это миграционная часть испанской общины. И третья часть, самая интересная, это европейцы и испанцы, которые принимают ислам. И сегодня в Испании две крупные исламские федерации. Первая федерация мигрантов, вторая испанцев-мусульман. Я общался в Гранаде и в Кондобе с испанцами-мусульманами. Это, они взяли себе исламские имена, но фамилии остались испанскими. Это Абдулмалик Руиз, бывший инженер, испанец, принявший ислам некоторое время назад, который является лидером канадской общины. Именно под его руководством, насколько я понимаю, мусульмане смогли добиться выкупа земли, строительства мечети, строительства исламского культурного центра. Что меня поразило в канадской мечети? Я был на праздновании семилетия мечети в Гранадской. Огромное количество европейских лиц. Парень, который помогал мне разобраться во всем этом, проводником моим, был помощником. Его зовут Абдул Муркмин, он итальянец, который принял ислам, поехал в Албанию искать их мусульман. Он нашел их там мало, потому что албанцы слабыми слабые. Но нашел там себе жену Албанку. У меня оказались какие-то связи с Гранадой, он переехал в Гранаду и живет в Гранаде, и работает при мечети. И он рассказывает, что мы специально едем в Гранаду, чтобы прикоснуться к истокам исламской цивилизации в Европе. Община невероятно интернациональная, невероятно разнообразная. Марокканки, более южные мусульмане из Африки, более тернокожие. Испанки, индейцы племени майя, итальянцы, албанцы, славяне. И все это, как бы, такая, вы знаете, небольшая копия того величия социального, политического, культурного, великолепия, которое существовало в периоде мусульманского правления Испании. Существуют там арабы, конечно, почитали в Гранаде, они там помогают, все эти. Но лидеры общины это и испанские мусульманы. И они мне рассказывают, что несмотря на жесткость католической культуры, несмотря на существование диктатуры франковых в середине XX века, сегодня идет демократизация Испании, и исламские интеллектуалы все больше признают то, что раньше замалчивалось. А именно определяющую роль исламской цивилизации в истории Испании. Испанские, да? Испанские, испанцы интеллектуалы, там, правые, левые, там, светские и так далее. И они признают определяющую роль исламской цивилизации в современной испанской идентичности. И они признают, что период исламского правления Испании был одним из величайших периодов взлета вообще Испании. Об этом все шире говорят, об этом все смелее говорят. И мусульмане Испании все больше добиваются реализации своих прав. Потому что после падения диктаторского режима Франко, местные иудеи добились возвращения определенных прав, которыми они владели до того, как их начали учитывать в этих правах. Там, свои кварталы, свои владения и так далее, и так далее. А мусульмане сегодня, по этому же примеру, хотят добиться реализации собственных прав, как сынов этой земли, как наследников этой цивилизации. И они работают очень аккуратно, очень грамотно, учитывая местные политические настроения, реалии, социальные настроения. Праздник в мечети меня поразил. Он был не в закрытом пространстве, он был во дворике при мечети. Все было открыто для любого желающего. Рядом находилась какая-то старая церковь католическая, где во дворике церкви бренчали на гитаре местные испанцы, пели испанские песни, привлекая туристов. Все эти туристы после того, как наслушались песен по гитару, заходили во дворик мечети. Там были абсолютно раздетые женщины, ну так скажем, по европейской моде летней. Там был парень вот с этими дредами, которые нос проставал, знаете, вот скатанные, как в войнах, волосы. Никто не шикал, никто не прогонял, никто не цикал, никто не хмурил брови. Это была абсолютно открытая, абсолютно приветливая исламская община. И мне объяснили эту политику отдельно, вот я сидел с испанцем, мусульманом, и объяснил. Мы специально придерживаемся такой политики открытости для того, чтобы как можно больше людей узнало об исламе, узнало о том, что мы не являемся свирепыми, хмурыми, озлобленными всех ненавидящих людьми. Что мы так же открыты, что у нас такая же культура красивая. Там дети мусульмане, дети испанцев с имерами Юсуф и Ясин играли там на фортепиано, потом читали Хуран, рассказывали историю какую-то, да. Я слушал лекцию одного мусульманского лектора, который сказал потрясающие слова. Он говорит, мы, испанские мусульмане, не только наследники величайшей цивилизации, на нас лежит величайшая ответственность передавая. Потому что мы являемся точкой сборки трех миров. Североафриканского, арабского, европейского и латиноамериканского. И все на нас смотрят, как на наследников цивилизации, и как на форпост ислама в Европе, который фактически существует не просто на ровном месте, а существует на остатках величайшей цивилизации. И мы должны взять на свои плечи ответственность за эти три мира, которые нуждаются в наших знаниях, которые нуждаются в наших пылких сердцах. Европа, Латинская Америка и Северная Африка. Это вот просто невероятно тонкое осознание своей миссии в этом мире. Я записал эти мысли, я хочу их обязательно включить. Численность такая. Не могу сейчас сказать о численности, но по словам брата Абдул-Мобмина, итальянца, принявшего ислам, в Гранадской мечети каждый месяц около десятка испанцев принимает ислам. Это Мансур Эскудер, лидер кордовской общины, хунта исламика называется он, исламский союз. Значит, он возглавляет кордовскую общину. Вот смотрите, испанские мусульмане, они группируются вокруг Гранады, вокруг кордов, вокруг центра исламской цивилизации в прошлом. Это его брата зовут Юсуф Фернандес, с ним очень близко знаком наш брата была. Он приезжал в Россию, они там совместные проекты какие-то реализовывали. Вот эти три испанских мусульманина достаточно активных, которых я лично знаю, которых я вам сейчас показываю. И Мансур Эскудер, он меня встречал в Кордове на вокзале, провожал меня в Мадыд, когда я уезжал. Вот мы с ним очень тоже так близко побеседовали, вот именно об интеллектуальной активности испанских мусульман, о том, как они аккуратно, тонко работают внутри европейской цивилизации и какую миссию они ощущают на своих плечах. Это такой беглый обзор того, что я увидел и успел узнать во время своего визита. Я понимаю, что это просто непаханное поле, это бездомное кладезь просто знаний, историческое наследие, которое нам нужно все глубже и глубже осваивать. Плюс нам не мешало бы, может быть, ознакомиться с каким-то определенным опытом наших братьев испаноязычных мусульман, которые, не успев состояться как община и встать на ноги, они уже осознают величайшую ответственность на своих плечах за целых три цивилизационных блока. А мы тут за свою судьбу не можем ответить, находясь в Москве, будучи наследниками Волжской Булгарии, государственных образований, которые заложены были еще с подвижниками пророка Мухаммада Саллаху. Это Саллаху. Мы же знаем, что ислам на территорию современной России пришел, говорит, на 70 лет раньше, чем в Андалусию. В 642 году мусульмане и сподвижники были уже в Дербенте. И только в 711 году Тарах Бензеят перебрался через Гибралтар и расселился в Испанию. Вот этой степени ответственности за судьбу мусульман, осознание собственной роли исторической цивилизационной и умение работать с окружающей средой нам, честно говоря, катастрофически не хватает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!